Когда вы доверяете Богу, когда вы говорите, «Боже, я буду двигаться вперед, я не останусь здесь». Вы получаете поддержку небес. Небеса будут с вами рядом. Здравствуйте, я Стив Келли, старший пастор Церкви Волна Вирджиния Бич. Я люблю брать Слово Божие и оживлять его для людей в их повседневной жизни. Иногда люди думают о Слове Божьем и считают, что это какая-то книга на полке, которая никак не связана с повседневной жизнью. Но я люблю брать Библию, смотреть на повседневную жизнь, на ситуации, на вопросы, которые задают люди, и находить ответы в Слове Божьем. Вы удивитесь, когда узнаете, сколько всего Библия говорит о повседневной жизни. О том, как жить в семье, как быть хорошим отцом, хорошей матерью, как быть хорошим работником, хорошим бизнесменом. Как узнать, какова Божья цель для вашей жизни. Сейчас мы отправимся в Церковь Волна, Вирджиния Бич, штат Вирджиния. Я верю, что сегодня вы услышите послание, которое даст вам цель и поможет понять, как жить со смыслом. Вы лучше поймете сущность Бога и то, как сильно Он заботится о вас. Он желает, чтобы вы были успешны всегда и во всем. Следовать за Христом для вас — это одноразовое событие или путешествие длиною в жизнь? Когда мы говорим о себе, как мы себя характеризуем? Мы говорим «мы христиане», так да? Повернитесь к соседу и спросите его, сколько раз, как ему кажется. В Библии встречается слово «христианин». Скорее повернитесь друг к другу, включите музыку, из «Кто хочет стать миллионером». Хотя у нас такой и нет. Поэтому сделайте вид, что она звучит, и спросите соседа, ну же, сколько раз встречается слово «христианин» в Библии? Ноль? Один? Два раза? А вы все намного ближе к правде, чем был я. Я сказал, ну, раз пятьдесят точно. Я постоянно называю себя христианином. А знаете, сколько раз слово «христианин» упоминалось в Библии, описывая последователей Христа? Три раза. Знаете, каким словом описывались последователи Христа? Более чем двести шестьдесят раз. Ученик. Когда мы говорим «христианин», мы будто бы делаем какое-то мгновенное фото его жизни, но когда мы говорим «ученик», мы представляем себе элиту Христа, которые приходят в церковь с гигантскими Библиями. Они берут с собой не один карандаш, чтобы подчеркивать в ней, а двенадцать, и на случай, если они будут слишком многое подчеркивать, у них с собой точилка. Когда мы читаем Библию и видим слова «следовать за Христом», это означает быть Его учеником. Это означает, что меня ожидает путешествие, что я еще не на месте. Иисус все еще работает во мне. Мое путешествие началось с креста, но оно там не кончилось. Проблема в том, что мы говорим сегодня о Божьей благодати. Мы понимаем ее ограниченно. Бог может дать нам намного больше, чем мы думаем. Когда я спрашиваю, что такое благодать, мне отвечают, «То, что Иисус спас меня, когда я не мог спасти себя сам». И это абсолютная истина. В этом красота благой вести. Но если вы пришли сюда и хотите жить той жизнью, которую приготовил вам Господь, то вам нужно понять мое послание под названием «Другая сторона благодати». Потому что Божья благодать далеко не ограничивается гарантией непопадания в ад. Иисус умер совсем не только лишь для того, чтобы после нашего последнего вздоха на земле дать нам вдохнуть впервые на небеса. Он умер далеко не только, чтобы обеспечить нам путь на небеса. Мне понравилась песня, которую мы сегодня пели. Я записал ее слова. «Твоя любовь слишком прекрасна, чтобы оставить меня неизмененным». Да, Иисус любит тебя таким, какой ты есть, но Он не намерен тебя таким оставлять. Мы не сможем повлиять на наше поколение, если успокоимся на этом. Только путем перемен мы высвобождаем больше пространства для Божьих дел. Да, крест спасает. Это одно из самых великих откровений человечества. Но я хочу дать вам понять кое-что еще. Услышьте меня. Почему я говорю об этом? Потому что я знаю людей, которые пытаются следовать за Христом, но не знают как. Они приходят ко мне в офис и плачут, думая, что с ним что-то не так. Но на самом деле это совершенно нормальный этап в нашей христианской жизни. Нам только лишь нужно понять, где мы на нашем пути роста. Крест реален, и он удивительный пример благодати. Но что, если я скажу вам сегодня, что существует еще одна огромная глава о Божьей благодати, которую он готов вам показать? Это книга Титу. Вторая глава, 11 стих. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечесть и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Что это означает? Это означает прямо сейчас, пока ты студент. Пока тебя не забрали защищать эту страну. Когда мир тебе говорит, «Будь что будет, живи одним днем». В нынешнем веке благодать Христа дает тебе силы жить и не верить в подобные лжи. Благодать Христа дает тебе силу противостать опустошающей лжи этого мира и жить в настоящей свободе. Ожидая блаженного упования, явления славы великого Бога и Спасителя нашего, Иисуса Христа, который дал себя за нас. Чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам, Даллас Уиллард говорит об этом так. «Бог против того, чтобы ты пытался заслужить спасение, но Он не против твоих попыток ходить в этом спасении». Мы живем в поколении, которое было вооружено посланием Божьей благодати. Но мы неправильно ее понимаем, думая, что если я попробую, это будет религиозным актом. Подарок Христа так бесценен, что самый легкий способ опечалить Бога — это взять дар спасения и ничего с ним не делать. Попробовать — это не религиозность. Религиозность — это думать, что, пытаясь, ты станешь лучшим. Бог сказал в послании к Титу 2 главе, что он ревностен к добрым делам. А вот что говорит Павел. «Я хочу, чтобы вы поняли это и вышли с этим откровением из церкви сегодня. Благодать, которая спасла нас, становится благодатью, которая учит нас. Благодать, которая спасла тебя, освободила тебя от грехов, долгов, прошлого, от того, кем ты был до того, как в твою жизнь вмешался Христос, та же благодать, которая спасла тебя, и теперь имеет новое предназначение в твоей жизни. Она не для того, чтобы ты ходил вокруг одной и той же горы и повторял одни и те же ошибки. Не чтобы ты засовывал большой палец в рот и говорил, «Ну, хотя бы Бог меня любит». Она не для этого. Она нужна, чтобы освободить тебя, а затем показать, как стать мужчиной, женщиной, которой Господь тебя создал. Это поколение ждет, пока ты не проснешься и не станешь ей или им. Только тогда мы сможем оставить Божий отпечаток на этом поколении, в этом городе, в этой культуре, во всем мире. Но этого не произойдет, если мы не изменим некоторые свои представления о Божьей благодати и не взглянем на нее по-новому. Иисус не только наш Спаситель, Он наш Учитель. Я хочу поделиться с вами одной моей любимой цитатой из Юджина Питерсона. Может, вы о нем слышали? Если читали Библию в современном переводе, он работал не только над ней, но и над многими другими книгами. Я думаю, что мы также не понимаем всю силу настоящего покаяния. Послушайте, как Юджин описывает покаяние. Надеюсь, это обновит ваш дух сегодня. Потому что если сама мысль о покаянии вызывает в вас чувство вины или стыда, то это не то покаяние, которого ждет от нас Иисус. Настоящее покаяние дает жизнь. Настоящее покаяние освобождает. Настоящее покаяние меняет условия так, что можно начать жить по-новому. Вот как об этом говорит Юджин. Покаяние — это не эмоция, это не просто, когда тебе стыдно за свои грехи. Это решение. Значит, принять решение, что ты жил во лжи о себе, о других, об этом мире. Принять решение, что только Бог говорит себе настоящие истины. Покаяние — это понимание, что то, что Бог желает от тебя, и что ты хочешь от Бога, не получить, делая одно и то же, думая об одном и том же. Покаяние — это решение следовать за Иисусом Христом. Такое следование не случается за один день. Следование — это образ жизни. Покаяние — это неоднократное действие. Это совсем другой образ жизни. Вернемся к месту Писания, с которого мы начали сегодня. Мы слышали о людях, у которых было масло. И о тех, у кого его не было. О людях, у которых было Божие присутствие, и тех, у кого его не было. Я также говорил о том, что за время ожидания жениха все так или иначе спали. Я засыпал раньше, не раз и не два. Много раз засыпал. Если бы вы знали, как часто я засыпал, как это происходило, что я делал тогда, то вы бы вряд ли хотели видеть меня на сцене здесь сегодня. Но я знаю, что и вы засыпали, и узнав как, я бы, вероятно, тоже не захотел, чтобы вы вышли на сцену. Поэтому давайте не знать. Я так часто засыпал во время моего путешествия со Христом. Так что добро пожаловать в жизнь людей на Земле. Я не закончил институт «Нужда в Иисусе». Я просто смирился и понял, как же сильно я в Нем нуждаюсь. Я думал, что знаю это, когда пригласил Его в свою жизнь, но я понятия тогда не имел. Сейчас я понимаю это как никогда лучше. Я понял, что иногда мы получаем лучшее в жизни, когда задаем вопросы, а не когда идем за советом. Когда я молился за сегодняшнее послание, я хотел, чтобы Бог дал мне пункты или какие-то практические шаги, методы, принципы, ключевые моменты, стратегии. Называйте, как хотите. Когда я молился, Дух Святой сказал мне так, перестань пытаться поговорить с ними. Дай мне поговорить с ними. Задай им вопросы, а я дам им ответы. Поэтому у меня нет никаких пунктов для вас, но у меня есть вопросы. Я вдохновляю вас найти время на этой неделе и подумать над этими вопросами вместе с Богом только вдвоем. Рискните и уберите телефон в этот момент. Подумайте над этими вопросами. Не просто говорите Богу. Войдите в дух настоящего диалога и дождитесь его ответа. Не просто говорите Богу, поговорите со своим лидером, со своим пастором, с кем-то, кто идет по своему пути с Богом. А вот эти вопросы, их порядок не важен. Но когда я молился, Дух Святой сказал мне, что именно эти вопросы вам нужно сегодня услышать. Они не новые, но с их помощью я постоянно проверяю свое сердце. Я просто перечислю вам их без каких-либо комментариев. Примите их, и когда вы выйдете, поговорите с Богом по-честному. Хорошо? И вот первый вопрос. Вы больше сфокусированы на том, что делаете, или на том, кем вы становитесь? Помните, что отвечать на эти вопросы нужно через призму наших отношений со Христом. Помня, что жених вернется. Может, звучит дико, но я верю, что Иисус вернется. Я верю, что мертвые восстанут. Я верю, что мой Бог будет судить человечество. Я верю в реальность рая и ада. Я верю в создание новой жизни в мире, и в то, что мой Иисус не просто спас меня для того, дабы я жил комфортно в 21 веке в Америке. Но Он освободит все человечество и будет вместе со всеми нами однажды. Вы больше озабочены тем, чем заняты здесь, в этой культуре, где все помешаны на активностях и заработке, или вы размышляете о том, кем вы становитесь по-настоящему? Потому что Иисусу гораздо важнее то, кем вы становитесь, чем то, что вы делаете. Дела могут привести к религиозности, а изменения в вашем сердце приведут вас к более тесным отношениям со Христом. Второй вопрос. В какой сфере вашей жизни Господь желает дать вам освобождение? Может, вы при этом сопротивляетесь? Для кого-то это что-то вещественное, выпивка, экран телефона, отношения. Что Господь призывает вас отпустить сегодня? Что является вашим следующим шагом? Поэтому мы здесь и называем это путешествием. Если вы еще не отправлялись в это путешествие, то я призываю вас присоединиться к нам в воскресенье, спросить пастора, как отправиться в это путешествие. И через четыре недели ваш взгляд на жизнь изменится. Может, ваш следующий шаг — это не начать служение, а расстаться с неуважающим вас парнем или девушкой. И начать общаться с людьми, которые видят вас не кусок мяса, а того, кто был сотворен по образу Христа. Чего хочет от вас Господь? Третий вопрос. Не делаете ли вы постоянно того, из-за чего неспокойна ваша совесть? Не знаю, должен ли я это делать. Каждый раз, когда я делаю это, часть меня умирает. Но я все равно это делаю, потому что хочу вписаться. Я все равно это делаю, потому что хочу нравиться. Я все равно это делаю, потому что хочу, чтобы меня считали хорошим человеком. Подумайте над этим вопросом. Я вдохновляю тебя избавиться от этого груза на этой неделе. Далее идет... Четвертый вопрос. К какому голосу вы прислушиваетесь чаще всего? Если это не голос Иисуса, то дело плохо. Голос Христа должен быть самым авторитетным для тебя. К какому голосу прислушиваетесь вы? Если вы ни среди верующих, ни в церкви, ни на группе, я не уверен, что вы слушаете Христа больше, чем остальных. Пятый вопрос. Позволяете ли вы Божьему Слову жить в вас и проявляться в ваших делах? Я сделаю смелое заявление. Вы говорите, да, я всегда в церкви, я следую за Христом, но я не уверен, что Писание живет в нас, если мы не запоминаем места из Него. Когда ты в последний раз учил стих из Библии? Пусть Дух вам подскажет. Я решил выучить целую главу из послания к римлянам, и почему, собственно, я это делаю? Потому что я понял, что есть сфера жизни, где у меня сложилось неправильное представление о себе самом. Как о пастыре, проповедующем в дочерней церкви «Волна». Я решил, что мне нужно что-то с этим делать. Что я решил делать? Не читать книги по самопомощи, предварительно прочитав парочку романов. Я позволяю Божьему Слову проникнуть в мое сердце, разум, обновить их, изменить мое мышление, мою речь. Человек, которого я вижу в зеркале, выучил еще пока только семь стихов, но это уже другой человек. И как это произошло? Позволяете ли вы Божьему Слову влиять на вас? Здесь, в церкви «Волна», мы относимся к этому серьезно. Мы собираемся не для того, чтобы хорошо провести выходные. Я хочу, чтобы вы жили в свободе, и этого не произойдет, если мы будем по-настоящему изучать эту книгу. Есть ее. Но не ешьте ее в буквальном смысле. Это будет странно. Вот мой последний вопрос. Если бы вы знали, что будете жить вечным, каким человеком вы бы хотели стать? Я всегда задаю этот вопрос. Вы уверены, что когда умрете, то попадете в рай? Но это вопрос события. Вот вопрос становления. А если бы вы знали, что будете жить вечно, каким человеком вы бы хотели стать? Давайте уже сейчас преображаться в этого человека. Последний вопрос. Кто близок к вам, но далек от Бога? Я не верю, что мы можем расти на пути со Христом в ущерб отношениям с потерянными людьми нашего города. Если все ваши друзья спасены, то за этими дверьми ваша возможность стать чуть более похожим на Христа. Среди людей этого мира, которые не верят в то, во что верите вы, которые думают не так, как вы, которые даже не знают, где в Библии плач Еремии, помоги им, Господи. Кто близок к вам, но далек от Бога? Может, именно вы тот инструмент, через который Господь хочет наладить отношения с этим человеком? Я спрашиваю, болит ли ваше сердце, а не спасенных? Если вы хотите реальных чудес, не только лишь стоять и ждать, чтобы кто-то произнес молитву, покаяние, здесь воскресенье, то что бы произошло, если бы на этой неделе вы в своем общежитии, при кампусе, при закрытии ресторана не отказались бы поделиться историей о своем спасении, а рассказали, почему вы так отличаетесь от тех, кого они встречали ранее, что если бы вы не пытались ответить круто, не боялись бы показаться религиозным фанатиком, что если бы вы сказали, «Ты задал вопрос, и я тебе на него отвечу». Иисус изменил мою жизнь. Расскажу тебе. Может, человек, который далек от Иисуса, но близок к вам, это вы сами, человек, который далек от Бога. Это и не ваш коллега, ни член семьи, ни сосед, ни преподаватель, ни командир, ни учитель. Нет, это вы. О чем ты услышал сегодня? Ты услышал о Боге, который не просто желает добавить в твою жизнь красок. Он хочет провести с тобой вечность. Сегодня у вас есть возможность не просто слышать о Боге, который любит вас, но узнать Его лично. Узнать Его так, что изменится не только ваше расписание в воскресенье, но и ваш понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, все изменится, суббота изменится. Вы вернетесь сюда воскресеньем, а затем начнется новая неделя, и Он будет продолжать общаться с вами, идти рядом с вами, хранить верность своему Слову. Он будет продолжать любить вас, являть вам свою благодать. Но эта благодать ведет из силы в силу. Иисус умер не ради твоих мурашек. Он умер, чтобы освободить тебя. Сегодня я не рассказываю вам о ком-то, кто может развлечь вас на время. Я открываю вам одно имя, которым нам можно спастись, в котором мы находим жизнь, которая меняет нас, которая поднимает нас после того, как жизнь придавила нас, замучила нас, обманула нас, выкинула нас, забыла про нас. Может, мир и отверг тебя, но мой Бог никогда тебя не отвергнет. Если тебе нужна жизнь, если тебе нужна надежда, если тебе нужна благодать, если тебе нужен мир, значит, ты ищешь Иисуса Христа, и ты найдешь Его. Надеюсь, это слово было актуальным для вас. Я хочу поговорить с вами. Забудьте о других. Настало время поговорить с глазу на глаз. Знаете ли вы Иисуса? Являетесь ли вы христианином? Я молюсь о том, чтобы каждый, кто не знает Бога, познал Его. Я проповедую более 35 лет, но так и не смог, как следует описать, то, насколько прекрасен Иисус, как сильно Он любит нас. У Него есть план и цель для нашей жизни. Нам нужно лишь открыть Ему свое сердце. Библия говорит, что Иисус стоит у двери и стучит. Он не выбьет дверь. Он ждет, когда вы пригласите Его. Почему бы вам не сделать этого сейчас? Возможно, вы когда-то ходили с Богом, в молодости. Бывает всякое. Жизнь — это не просто работа, счета. Поймите, что Бог дал вам цель и судьбу. Вы не призваны просто существовать. Поэтому помолитесь со Мною от всего сердца. Скажите эти простые слова. «Господь Иисус, я прошу Тебя прийти в мою жизнь, простить мои грехи. Я принимаю Тебя как своего Господа и Спасителя и молюсь Тебе. Аминь и аминь». Если вы повторили эту молитву, то зайдите, пожалуйста, на наш сайт stevekelly.tv «Касая Гифт». Расскажите нам о том, что вы приняли это решение. Я написал книгу, которая расскажет вам о том, как обрести взаимоотношения с Иисусом. Просто расскажите нам о своем решении, и мы вышлем вам этот замечательный подарок. Мы хотим пригласить вас на следующей неделе снова. Кроме того, вы можете посетить любой из наших кампусов. Мы приглашаем вас на наши воскресные собрания. Церковь «Волна» расположена в разных регионах США. Для получения более детальной информации о нашей Церкви, времени и месте богослужений посетите наш веб-сайт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова